Продолжение следует... С ней успешно работают как профессионалы, так и новички. При помощи Cinema 4D были созданы такие блокбастеры, как «Железный человек» и «Человек-паук», а также сотни игр и рекламных роликов. Но у программы Cinema 4D есть и один существенный недостаток. По ней практически нет учебных материалов, особенно на русском языке. А изучить ее методом тыка, как какой-нибудь Microsoft Word, просто невозможно. С целью решить эту проблему, команда сайта приняла решение создать обучающий видеокурс, которому не было бы аналогов в мире. Супер Cinema 4D. Курс получился поистине гигантским. Он состоит из 117 занятий, объединенных в 11 глав и двух дополнительных бонусных глав. Общая длительность видеоуроков курса составляет 43 часа 30 минут. В курсе детально рассматриваются все основные возможности и инструменты программы, которые позволят вам заниматься как анимацией, так и профессиональным моделированием. В первой главе мы подробно разберем интерфейс программы, научимся настраивать его под себя, а также изучим все основные панели и окна. Далее мы рассмотрим, из чего может состоять наш проект, поговорим о системе слоев и иерархии внутри проекта, познакомимся с различными тегами и привязками. Эта глава является базовой для всего курса, так как здесь показываются приемы, которые используются на постоянной основе в любых проектах. В следующей главе мы с вами рассмотрим параметрическое моделирование, которое позволяет быстро создавать сложные объемные фигуры и модели, не прибегая к средствам полигонального моделирования. Эти инструменты и методы очень часто используются в моушн-дизайне, так как позволяют быстро и легко перестроить исходную модель. В этой главе мы рассмотрим абсолютно все инструменты параметрического моделирования, которые потребуются в последующих главах. В отдельную главу мы вынесли деформеры, специальные инструменты, которые облегчают создание сложных и нестандартных моделей. Объединяя принципы параметрического моделирования с деформерами, вы получаете мощнейший арсенал по моделированию в программе, так что их избегать точно не стоит. Пятая глава носит практический характер, здесь мы закрепим все полученные в предыдущих главах навыки и знания и соберем полноценную композицию на основе сплайнов, параметрического моделирования и деформеров, а также рассмотрим основные подходы к сборкам сложных объектов для дальнейшей анимации. Самое важное, что позволяет создать фотореалистичную 3D-композицию, это свет и его производная тень. Эта глава дает максимально полный обзор всех вариантов освещения сцены, настроек в источниках света и теней, особых приемов и фишек под освещение интерьеров и экстерьеров. В течение главы мы соберем несколько световых сетапов, которые позволят вам в дальнейшем быстро осветить любую модель. Материалы в Cinema 4D всегда были сложные, но очень интересные темы в освоении. В этой главе мы, начиная с самых азов, разберем все методы создания реалистичных материалов, рассмотрим пластики, металлы, стекло и многие другие часто используемые заготовки. В результате в этой главе мы соберем собственную библиотеку настроенных материалов, которые можно будет использовать в последующих коммерческих проектах. В восьмой главе вы научитесь работать со всеми стандартными рендерами. Мы разберем плюсы и минусы каждого из них, посмотрим, как оптимизировать настройки, чтобы не ждать красивых результатов долгими часами. Помимо этого, здесь вы научитесь делать пост-обработку от рендерного материала в After Effects, что позволит добавить еще большего реализма вашим работам. В девятой главе мы поговорим про анимацию в Cinema 4D и блок по мошен графике MoGraph. MoGraph — это отдельный блок с инструментами, позволяющими решать и автоматизировать сложные анимационные задачи. В этой главе мы рассмотрим все самые необходимые генераторы и эффекторы из него, а также соберем несколько композиций с нуля до финального рендера. И еще рассмотрим принципы и анимации работы с таймлайном в Cinema 4D. Десятая глава посвящена динамике и различным физическим симуляциям в Cinema 4D. Здесь мы разберем взаимодействие твердых тел, мягких тел, тканей и частиц. Это самая продвинутая глава курса, так как здесь мы посмотрим, как можно объединить динамику и MoGraph для создания крутых анимационных эффектов. Также в этой главе будет разобрано больше всего практических примеров, начиная от создания реалистичных разрушений и заканчивая целыми анимационными проектами. Одиннадцатая глава курса посвящена продвинутому моделированию. Это по факту отдельный мини-курс внутри основного курса. Упор в этой главе будет сделан на полигональное моделирование. При помощи него вы создадите эффектную модель скрипки. В уроках этой главы вы научитесь также создавать по-настоящему сложные 3D-модели и еще узнаете о правилах построения полигональной сетки и о том, как избежать различных нежелательных артефактов. Последние две главы посвящены Octane и Redshift, двум самым популярным на сегодняшний день GPU-движкам в индустрии. С каждым из них вы сможете достичь невероятно красивых и реалистичных результатов за очень короткое время. В этих главах все будет рассматриваться на практических примерах, что позволит вам моментально перенести полученные навыки на свои собственные проекты. Что ж, друзья, вот таким интересным и насыщенным получился наш курс. Он подходит как тем, кто только начинает изучение Cinema 4D, так и тем, кто хочет усовершенствовать свои знания и навыки. Ну а на этом я буду с вами прощаться. Ссылка, кстати, на курс в описании.